Всем привет! Сейчас проведу небольшую экскурсию по своей выставке интернет. Выставка проходит в художественном музее Никоваленко. Мне такая была счастливая участь выставить вместе с оригиналами голландских художников картины 17 века соседствуют с моими картинами, которые написаны в 21 веке. Есть одно существенное отличие. Мои картины являются не живописью с натурой, а живописью со скриншотов экрана, а в социальной сети Facebook. Дело в том, что я историю классического искусства, начальное вообще искусство, начал изучать во многом благодаря именно интернету. И большинство картин рассматривал, изучал, читал какие-то тексты, все в интернете. И для меня встал такой вопрос, а что вообще для меня является первоисточником вдохновения, первоисточником информации. И если на самом деле в это углубиться, то, конечно, не оригиналы, а цифровые изображения. И отталкиваясь от этого, я решил сделать такую выставку, особенно когда появилась возможность довыставиться рядом с классическими произведениями. Мне показалось, что это довольно интересный контраст, который будет отражать вообще нынешнее восприятие мира. Потому что я уже сам за собой замечаю, честно, что мое мышление, оно напрямую зависит от того, что я вижу в интернете. Все вот эти вот элементы программного обеспечения, элементы социальных сетей, они уже настолько внедряются в мозг, что это же бывает, когда там что-нибудь пишу в свою картину, и то есть пускаю какие-то ошибки, и понимаю, что лучше было бы, как было раньше. И интуитивно хочется сделать Ctrl-Z, чтобы вернуть что-то и сделать, как было. Ну, и это как бы, в принципе, во всем наблюдается в повседневной жизни. Я думаю, что это может быть одно из самых таких больших изменений в моем сознании, ну, и, наверное, не только в моем сознании, и других людей, которые происходят последние там 10-15 лет, после внедрения активного социальных сетей, клиповое мышление, когда мы не ассоциируем даже человека часто с человеком, а ассоциируем больше с его страницей в соцсети, то есть создается какой-то виртуальный дубль, виртуальный образ, который, ну, как бы должен быть этим человеком. Проект интернем я начал почти год назад, зарегистрировав на Фейсбуке страницы популярных художников XVII века, от их имени начал делать публикации. Мне очень порадовало, что даже какая-то активность начала происходить, на всякие вопросы от имени художников мне начали давать советы какие-то, лайкать, комментировать, поздравлять с днем рождения. Вот, довольно любопытно, в общем, ввести такие ненастоящие фейковые страницы и в то же время одновременно с этим рисовать фейковые картины. Потому что, вот, помещая их в это пространство, в музейное пространство, одевая в рамы, мы можем с первым взглядом подумать, что здесь ничего такого особенного не происходит, но присмотревшись, конечно, мы видим разницу здесь на лицо, это совершенно другое восприятие мира, совершенно другое мышление. Вот, я очень рад, что здесь это все висит, очень рад, что я высказался на эту тему, которая меня очень успокоила. Спасибо всем большое. Если у кого-то будет возможность, приходите в музей, выставка будет работать до 13 сентября. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok